Микс Ньюс И всем здравствуйте, доброе утро. Это Радио Болтком, Олег Пеков в студии. У нас также в студии Петрович Андрей, представитель компании Аквалайф. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые выпускающие. А также все радиослушатели, кто настроился сегодня на вашу волну. Да, волна – это уже слово, которое связано с водой. Правильно? Значит, первый глоток за здоровье всех ваших радиослушателей и за процветание вашей радиостанции. Ну и за процветание также вашей компании, которая производит эти удивительные приборы, которые дарят здоровье людям. Ну, можно сказать так. Но дарят здоровье людям – это правильное кислотно-щелочное равновесие. Наши приборы просто исправляют те изъяны, которые есть. Я даже вот хотел изначать нашу программу, поговорить сегодня об ацидозе и спросить у Гугла, что такое ацидоз. Потому что многие люди не знают, что это такое и не понимают, что ацидоз является причиной практически всех дегенеративных болезней. А вы знаете, сколько вообще всего заболеваний в мире? Ой, наверное, очень много. Я последнюю информацию смотрел – более 55 тысяч. Это классификатор. Да, да, да. Ну, давайте послушаем. Что такое ацидоз? Согласно источнику Википедия, ацидоз кислый – смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности, уменьшению РН. То есть, уменьшению ПАЖ. Да, это он так просто перевел. Что такое ПАЖ организма? Наша кровь, кровь здорового человека, она состоит из воды на 90%. А кровь – это всё. Вот если мы заболеваем, что мы делаем? Мы сдаём анализ крови, правильно? То есть, кровь – показатель того, больным или здоровым. Что такое сахарный диабет? Это смещение кислотно-щелочного баланса крови в сторону закисления, то есть, в сторону ацидоза. Что такое высокое давление? Это смещение кислотно-щелочного баланса в сторону закисления. То есть, мы себя закисляем. Ведь раньше мы употребляли порядка 70% щелочных и только 30% кислотных. Теперь всё с точностью наоборот. 80% мы употребляем кислотных продуктов и только 30% щелочных. Поэтому нужно как-то этот баланс нормализовать. И нормализуется он за счет употребления щелочных продуктов. Что такое щелочные продукты? Овощи и фрукты. Вот, например, лимон. Щелочной продукт или кислотный? Кажется, кислый. Да, он кислый. На самом деле он щелочной. Свежий лимон – это щелочной продукт, который ощелачивает организм. Поэтому некоторые деятели путают и говорят, надо себя закислять. Кушая лимон и кушая кислую капусту, употребляя яблочный уксус. Все эти продукты ощелачивают организм. Они закисляют. Закисляет организм алкоголь, закисляет организм сигареты, закисляет организм мясо, закисляет организм рыба. То есть, сладкая, сдоба. Большинство продуктов рафинированных или переработанных. То, что не с дерева условно упало или то, что не выросло на земле. Вот это закисляет наш организм. Но, разумеется, что сегодня питаться же нельзя так, как раньше. Чтобы были щелочные продукты. Все диеты голливудских сундельвезд основаны на щелочных продуктах. И вот, например, как сделать так, чтобы прошел сахарный диабет. Чтобы сахар был нормальный. Ну, идти к врачу, употреблять таблетки. Один вариант. Второй вариант нормализовать кислотно-щелочной баланс в нашем организме. Сделать по аж крови щелочным. Кровь здорового человека 7,35-7,45. И как бы ни называлось ваше заболевание, давление или сахарный диабет, остеопороз. Вот остеопороз. Почему развивается у людей уже после 40. Вот если вы будете каждый день пить, например, какой-нибудь газированный напиток с красной этикеточкой популярной. То у некоторых людей растворяются зубы у детей. Вы видели детей без зубов? То есть, именно фосфатная кислота и все, что там содержится, она растворяет кальций. Но также это очень сильно закисляет наш организм. Потому что pH газированных напитков и даже любых газированных вод, он 3,0. 3,0, 3,6. Это точно такой же pH, как у обычного уксуса практически. То есть, представьте, вы каждый день пьете уксус с сахаром. Уксус с сахаром. Уксус с сахаром. И к чему это все приводит? К остеопорозу в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет. Так вот, друзья, если вы страдаете остеопорозом, то щелочная вода поможет вам избавиться от него. Щелочная вода поможет вам нормализовать давление. Нормализовать сахар в крови, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Нормализовать работу, в первую очередь, иммунной системы. Поэтому производством ионизаторов воды мы занимаемся третий год. А продажей ионизаторов воды я занимаюсь уже 8 лет. Но большинство своей жизни я провожу в России и проводил в России. Единственное, что я здесь сейчас в связи с пандемией наладил уже работу дистанционно. У меня идут эфиры каждый день, по несколько раз в день на «Россию и мир» или в записи, или в прямом эфире. Сейчас я просто пока в отпуске отдыхаю. И вашему, друзья, организму нужно устроить отпуск. Вот просто отпуск, чтобы он отдохнул. Потому что что происходит? Вот я налил водичку из кулера. Хорошая вода, щелочная. И сделал глоток. Что произошло? Мой организм определил, что же это за вода. Какой у нее PH, какой у нее ОВП воды. То есть, первое, показатель PH очень важен для нас. И вода должна быть щелочной. А второе, показатель ОВП. А что ОВП? ОВП – это окислистно-восстановительный потенциал. То есть, или он окисляет, или восстанавливает. Даже щелочная вода, как правило, имеет плюсовой потенциал. То есть, здесь будет потенциал, наверное, плюс 300. Это хорошо. Но он может быть плюс 600 той воды, которая течет из крана. Что организм делает? Организм смотрит. Моя кровь. 7,35-7,45. Хорошо, щелочная жидкость. Уже PH изменять не надо. Уже легче. Уже легче. А иногда же из-под фильтра течет вода 6,0. Например, фильтр обратный осмос. Что он делает? Он делает полную кислоту. То есть, человек себя закисляет. Вроде вода получается чистая, но она кислотная. Поэтому я вам советую ввести в интернете, набрать правду про обратный осмос. Так как обратноосматическая вода, она, ну, я хотел бы сказать, небезопасна. Она даже не соответствует ГОСТу. Есть ГОСТ питьевой воды. Он, конечно, не совсем четкий. Он 6,5. Но на самом деле щелочная вода начинается не с 6,5, а с 7. Так вот, когда вы воду, например, из обратного осмоса выпили, там будет заряд плюс 800, плюс 900. Что организм должен сделать? Он должен изменить PH воды и изменить ОВП воды, сделав его минусовым. Потому что наша кровь венозная имеет заряд минус 100 милливольт. Минус 100 милливольт. Что это значит? Это значит, что кровь обладает антиоксидантами. То есть, вот мы получаем из продуктов, овощей и фруктов антиоксиданты. Что такое антиоксиданты? Ну, это те вещества, которые ощелачивают наш организм. То есть, они способствуют жизнедеятельности, способствуют росту массы мышечной, если вы спортсмен. Они способствуют, то есть, процессу анаболизма, да, если вы просто человек. Они способствуют выведению шлаков, токсинов. И самое главное, они способствуют тому, что мы находимся все время, вот как здоровый человек. Есть одно слово, которое называется здоровый человек. Как? Гомеостаз. Да? Гомеостаз. Если человек находится в гомеостазе, то у него все хорошо. Как определить, здоров человек или болен? Что первое делает люди? Сдают кровь, правильно? То есть, кровь течет в каждой клеточке из миллиардов нашего тела. Так вот, щелочная вода, на нее организм не затрачивает энергию. То есть, эта щелочная вода уже получается такая, которую организм сразу же усваивает. Он ее сразу же впускает в дело. А вот вы представьте, вы все время пьете какую-то воду. Тем более, что, скорее всего, вы не выполняете норму употребления питьевой воды. Это 30 миллилитров на килограмм веса. 30 миллилитров на килограмм веса. Ну, вот условно. Я метр девяносто под сто килограмм, да? Я пью 3 литра. 100% я выпиваю 3 литра щелочной воды. Мне это несложно. Почему несложно? Потому что, если вы начнете пить воду из-под крана, воду, купленную в магазине, бутилированную, или, не дай бог, еще воду из фильтра обратный осмос, да? То ваш организм будет напрягаться, чтобы эту воду переработать и только тогда пустить в ваши клетки, в ваши молекулы, в вашу кровь, да? А вода щелочная, организм ее требует. Организм ее ждет. И он сразу же запускает ее в дело. То есть, например, лишний вес. Что такое лишний вес? Скопление кислотных остатков в организме. Организм складирует их в депо, да, для того, чтобы сохранить свою жизнь. Дальше. Что такое густая кровь или по-другому высокое давление, да? Это кровь, которая изменила свой pH на более кислотный. Она стала густой. Что нужно делать организму, когда кровь густая, чтобы сохранить нашу жизнь? Повышать давление. Ведь кисель труднее протолкнуть, чем жиденькую воду, да? Поэтому, что такое также образуются тромбы, образуются разные, ну, отрываются, да, тромбы. И человек умирает абсолютно здоровый. Поэтому очень важно употреблять ионизированную щелочную воду. Вопрос. Где живет самая здоровая нация на Земле? Какая она? Это Япония. Это Япония. Ионизированная вода в Японии, она там называется редуцированная, или по-другому обогащенная энергией вода является официальным лечебным средством. И поэтому это самая здоровая нация на Земле. Вот хотите верьте, хотите проверьте. Это да, они даже здоровее, чем Швейцария. Казалось бы, куда круче, да, чем Швейцария. Но, друзья, вот я еще 8 лет назад, ну, нет, я 10 лет назад не знал ничего об ионизаторах воды, хорошего, не знал ничего и не верил, что это вообще может работать. Но у меня хватило ума взять такой прибор себе, и у меня в течение там 3 месяцев прошла аллергия на кошачью шерсть. Мать моя, проблема была, остеопороз, астма, аллергия. О, она сейчас нас гостит у нас на даче, кстати. Ну, и вы можете посмотреть на наших инстаграм-каналах фотографии ее, да, вот. Фотографии там бабушки, которой 89 лет. И все они пьют ионизированную щелочную воду, как я, как и ведущий, да. Почему? Ну, по одной простой причине. Я лично хочу жить. И хочу жить как можно дольше. Плюс не доставлять проблем родственникам, не болеть. Я за 8 лет употребления ионизированной щелочной воды ни разу не болел простудными заболеваниями. Но это сложно поверить, мне было сложно поверить это 10 лет назад. Я считал, какая вода, да что вы мне рассказываете сказки, как она вообще может работать. Но мне хватило ума купить себе такой прибор. Купить. Тогда он еще не давался, как сейчас на тестовый период на 3 месяца. И если вам это не помогает, вы можете прибор вернуть и отказаться от него. Но возвратов у нас можно посчитать на пальцах одной руки. Да, иначе бы никто его на тестовый период не давал. Так вот, я начал пить эту воду, ну и моя жизнь стала гораздо лучше. Да, хоть я не совсем вел, да и веду правильный образ жизни, но водичка это мое подспорье. Подспорье. Поэтому, ну, очень сильный эффект. Сразу же ощущают люди больные сахарным диабетом, больные высоким давлением, больные остеопорозом, больные простатитом. Вот простатит. Ну, кто хотел бы из мужчин болеть простатитом? Вот скажите, вам хочется этого делать? Я думаю, жене вашей тоже не совсем бы это понравилось. Правильно? Поэтому вот у нас даже есть видео. Дядя Гарри, он из Риги. Да, у него была аденома простата. Он начал пить воду, делать упражнения. И дяде Гарри давали полгода. А сейчас дяде Гарри, ну, уже сколько? Шесть лет или сколько? Восемь лет. Да, восемь лет с нами. Можно его даже в эфир привести. Есть видео. Вот посмотрите, мужчины, я вам очень сильно это советую. То есть, зайдите на наши сайты международные. Это aqualife.club, spaacva.ru. Это российский сайт spaacva.ru. А наш новый европейский сайт immunitas.life. С двумя М. Immunitas.life. На улице Гертруда 64 у нас есть мини-производство, где мы собираем приборы. Эти приборы уже ражат Латвия. Да, сделаны в Латвии, сделаны в Европе. И отправляем их во все страны мира. У нас вторая после России страна по продажам – это Германия. Но каждый из вас может взять нашу продукцию на трехмесячный тестовый период. И, разумеется, под залог стоимости этой продукции. И в течение трех месяцев самим решать, работает это или нет. Но как я советую подходить к этому вопросу? Осознанно. А что значит осознанно? Ну, сдайте анализы на ваши проблемы. Вот у вас такие-то проблемы. Сдайте полный анализ у вашего врача. Вот ваше состояние сегодня такое. Анализ это покажет. Анализ не обманешь. Вот оно такое. Вы начинаете пить воду щелочную. Готовить ее вам сложно? Нет, абсолютно. Да, у вас еще старый прибор. А в новом приборе мы делали его для слепых людей. Он на 3,5 литра. Никуда не встраивается. Он называется Aqualife Spa Aqua. Что обозначает Sanit Esper Aqua. Здоровье через воду. Там два отделения. Два электрода. Один электрод из пищевой нержавейки. Второй дорогой электрод. Из металлов платиновой группы. Это титан, покрытый оксидами эридия и рутения. То есть, это дороже даже платины. Цветной дисплей, как на мобильном телефоне. Три кнопки. Закрыли крышку. Он вам говорит, ну, если вы что-то делаете неправильно. Выбрали нужный уровень PH. А там более 300 видов приготовления. Воды щелочной. Которая обладает антиоксидантными свойствами. Восстанавливает иммунную систему. Нормализует сахар в крови. Нормализует давление. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Вот как? Человек с запором может быть счастливым. Ну, как он может быть счастливым? С запором. Я не знаю, что это такое. Но я понимаю, что злые люди, у них, как правило, запор. Вот в этом я, наверное, убежден. Так вот, вы начинаете пить эту воду. У вас нет уже запоров. Ваш желудок работает как часы. Ваша кровь становится жиденькой. У вас идет дополнительный поток энергии. И самое главное. Вы экономите энергию, которую раньше вы тратили на ионизацию воды. То есть, эта энергия, ну, вы ее чувствуете. Вот такая бодрая жизнерадостность. Хороший сон. Хорошее настроение. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Да? Как говорил один известный классик. Так вот, в фильме. Поэтому, друзья, я вам советую это дело попробовать. Во-первых, проведите эксперимент на домашних животных. Налейте обычную воду. Ионизированную щелочную воду. И дайте выбрать две мисочки. Котику, собачке. В 99% случаев и котик, и собачка с жадностью выберут воду щелочную. И будут пить только ее. Только щелочную воду. Дальше. Начните поливать цветы, которые любят щелочной раствор. Например, алоэ любят кислотный. Ну, а большинство цветов любят раствор щелочной водички. Наливайте эту воду. И вы посмотрите, как цветы начнут расти. Как начнут расти помидоры, если еще вы успеете снять урожай. Также в этой воде, в щелочной, помимо того, что мы пьем ее, нормализуем в первую очередь и давление, и сахар. И избавляемся от остеопороза. Потому что в этой воде, почему она называется щелочная? В ней есть щелочные элементы. Кальций, натрий, магний, калий. Да, то есть, в ней все есть. Вода ионизированная щелочная равно минеральная вода. Равно минеральная вода. Так вот, я вам гарантирую, что в течение трех месяцев у вас будет результат. Потому что я обещаю вам всего две вещи, друзья. Или результат, или возврат денег. Ну, и я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы результат был положительный. Иначе вы вернете прибор. Но я еще раз говорю, возвратов у нас меньше 2%. Меньше 2%. А готовит она ведь не только щелочную, она готовит еще и кислотную воду. Да, в моем приборе четыре вида воды. То есть, вода щелочная. Это вода, которая обладает антиоксидантными свойствами. Мы ее пьем, нормализуем давление. Ну, в первую очередь, восстанавливаем иммунную систему. Наполняем организм необходимыми щелочными элементами. Мы исправляем вот этот перекос в ацидоз. Исправляем перекос в ацидоз. То есть, делаем себя более молодым, более сильным и более здоровым. Причем и спортсмены молодые, да, люди с высокими нагрузками. Вот когда мышцы болят, что это такое? Это скопление кислот, молочных и первонаградных. Поэтому, если вы спортсмен, попробуйте эту воду. Если вы бизнесмен, попробуйте воду. Если вы пенсионер, тем более попробуйте эту воду. Ну, потому что дешевле ничего нету и выгоднее ничего нету. Помимо того, что мы пьем эту воду, мы вымачиваем не овощи и фрукты, а рыбу, мясо. Просто замачивая в щелочной воде, она вытягивает из них всю химию. И это будет видно. Это будет видно. И это будет на вкус чувствоваться. На этой воде мы варим супы. И супы будут вкуснейшие. Вот попробуйте супы сварить на ионизированной щелочной воде. Ну, и помимо того, эта вода, ну, она действительно обладает сильными антиоксидантными свойствами. Но живет она недолго. Всего 24 часа. Максимум 48 часов. Поэтому ее нужно готовить в приборе и сразу же делать. Дальше есть вода кислотная. Она одновременно получается щелочной. Или по-другому она называется мертвая вода. Почему мертвая? В ней не живет ни одна бактерия. Это условно зеленка, йод и перекись водорода в одном лице. Это вот средство против вирусов и бактерий. В России оно уже везде продается. Мы сейчас тоже ее сертифицировать будем. Как средство вот для сатинайзеров. Знаете, на стене висят. Для обработки. Как спирт. Спирт. Да, в прямом смысле. Поэтому оно и помогает при похмелье. Помогает при похмелье. Кого будет похмелье мучить. Дальше, значит. Кислотная вода. Ранка, язвочка. Ожог какой-то. Какая-то грибковая инфекция. Грибок на ногах, например, у вас. Вы забудете о грибках. Вот посредством кислотной водички забудете. Грибковых инфекций не будет. Забирали мы на даче, кстати, ягоды. И сцарапались. Вот как раз-таки смачивали этой водой. Ну и как, помогло? Ну да. Поэтому здесь лучше один раз увидеть, простят меня сотрудники радио, и попробовать, чем сто раз услышать. Но помимо щелочной и кислотной воды, это основные воды, которые употребляются. А есть также, например, отравление у вас. Вот отравление. Вы водитель, вы отравились. Здесь кислотной водички, стаканчик, лобуснули. Все. Никаких там поносов, диареи, ничего не будет. Дальше. Есть вода водородная. Для людей с высоким давлением мы разработали новую, уже новую. У вас этой функции нет. Функция водородной воды. А также получается и серебряная вода. То есть, получается коллоидное серебро в разных концентрациях. От минимальной для внутреннего употребления до максимальной для наружного употребления. Если у вас рожа, если у вас язва, если у вас пролежни. Здесь лучше взять и попробовать. Тем более, что прибор, ну, он не дешевый. А не может быть дешевым прибор, который служит 12 лет. На который дается гарантия 4 года. 4 года. И который дается на тестовый период на 3 месяца. Вот он стоит так 499 евро. Сегодня скидка. И стоит он 399 евро. Плюс в подарок идет прибор, который очищает воздух в помещении. И ионизирует его. Это ионизатор воздуха. Ионизатор воздуха. Сегодня идет в подарок. Что такое ионизатор воздуха? Так же, как ионизатор воды. То есть, ваш воздух будет такой же, как в сосновом бару после грозы. Ионизатор воздуха и ионизатор воды это изобретение советских ученых. Они пришли из Советского Союза. Да, сегодня там есть голосовой помощник. Защита от воды ИП-54. Он на 3,5 литра. Как чайник. Никуда не встраивается. Он переносной. То есть, здесь вот стоит взять и попробовать, чтобы понять, что это работает. Потому что вкуснее воды вы не пили. Щелочная вода, она вот такая же вода, как из высокогорных источников. Талая вода. Кислотная вода, она такая кисленькая, со вкусом лимона. Вяжущая рот. Но у вас заболел зуб, попробовали кислотную воду, зуб прошел. Ранка, язвочка. Раз, грибковые инфекции. Раз. Кислотная водичка, она больше для наружного применения. Ну, поприться. Да. После бритья лучшее средство, чтобы не было аллергии. Потому что по аж нашей кожи 6.6. Это кислотный. Вообще, у человека всего, у нас, мужчин, два органа кислотных. Ну, не органы, правильно говорить. Кожа, это тоже орган. И желудочный сок, да, который есть. Он с чайную ложку в желудке содержится. А у женщин еще есть один орган кислотный. Очень важный. Влагалище, да. Поэтому, друзья, вот я вам советую взять и попробовать эту тему. Тем более, что мы дарим в подарок паш-тестер, который вы проверите водичку, какую вы пили до этого. Как вода меняется. То есть, вы все увидите. Это паш-тестер идет в подарок. Книжка на 200 страниц от А до Я. И самое главное, что в ионизированной щелочной воде завариваются все травы прямо в холодный. Сохраняя все свои полезные свойства. Ведь кипятки, и они погибают. И вот мы дарим книжку, которая называется «Энциклопедия пищевых растений. От авокадо до ячменя». Там все в этой книжке написано. От А до Я. Как правильно собирать травы. Как правильно хранить. Как делать из них блюда. Что ничем нельзя употреблять. То есть, это такая цветная книжка, как большая советская энциклопедия. И она сегодня также идет в подарок, как ионизатор воздуха. Большой ионизатор воздуха. Чтобы дома была чистая не только вода, но и чистый воздух. Это предложение ограничено. Оно только сегодня. Огромное вам спасибо за большое число заказов. Но наша акция сегодня уже заканчивается. Поэтому, друзья, если разделить 399 евро на 10 лет, даже не на 12, а на 10 лет. Это 40 евро в год. Правильно получается? Теперь разделим это на 10 месяцев. Ошибемся в свою сторону. 4 евро в месяц. И теперь разделим на 30 дней. Сколько получится? Чуть больше 10 евроцентов в день. Стоимость воды щелочной в неограниченном количестве равно минеральной воде. Да, в неограниченном количестве. А получается одновременно 3 литра щелочной и 0,5 кислотной. Стоимость воды серебряной, стоимость воды водородной, там 3,5 литра получается. И стоимость воды кислотной. То есть, это биоцит. Биоцит. Скоро уже вторая волна коронавируса. По крайней мере, так говорят. Я вот это дело вам, друзья, советую. Поэтому приезжайте в магазин. Он с 11 утра работает до 7 вечера на улицу Гертруда 64. Гертруда с 64. Заезжайте к нам в гости. Там есть бесплатная стоянка до 30 минут. Улица Гертруда с 64. Это практически угол с улицей Авату. Также вы можете зайти на наши сайты. Просто набрав в любом поисковике всего два слова. Ионизатор Аквалайф. Русскими буквами. Ионизатор Аквалайф. Ионизатор Аквалайф. А также прямо сейчас позвонить. И вам бесплатно доставят прибор. Все объяснят. Все подключат. Все расскажут. И у вас будет 3 долгих месяца. Для того, чтобы понять. Работает ионизированная щелочная, кислотная, серебряная и водородная вода. Ралужен ли вам чистый воздух в вашей квартире, офисе или помещении? Нужны ли вам чистые продукты, овощи и фрукты? Нужны ли вам травы, которые заменяют химию? Которые заменяют химию и дают нам здоровье и дают нам жизнь. Вот я за свои слова отвечаю, друзья. Я сам пью воду 8 лет. Да, 8 лет щелочную. И ни разу не болел никакими простудными заболеваниями. Почему? Потому, что мой иммунитет в порядке. А в современном мире выживут только люди с сильным иммунитетом. И ионизатор воды поможет вам этот иммунитет улучшить. И все будет видно по результатам ваших анализов. Вы сдали их до, вы сдали их через месяц, вы сдали их через два. И ближе к кончанию тестового периода. И все поймете. Поэтому записывайте номер телефона, по которому вы можете позвонить и сделать заказ. Итак, адрес. Улица Гертрудос, 64. Магазин Иммунитос. Иммунитос, что обозначает иммунитет. А также номер телефона. 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. 2-700-55-30. Приезжайте. Приходите. У нас есть также системы для очистки воды разные. Начиная от 30 евро. Для очистки воды любую подберем вам систему, которая нужна вам. У нас очень много новых товаров пришло. Это приборы, которые остались еще от советской школы. Я обо всех их сегодня, к сожалению, рассказать, друзья, не успел. Но вы приезжайте в магазин на улицу Гертрудос, 64. Улица Гертрудос, 64. Магазин Иммунитос. Улица Гертрудос, 64. Мы работаем с 11 утра до 7 вечера. Улица Гертрудос, 64. С 11 утра до 7 вечера. Или прямо сейчас позвоните. И мы привезем вам прибор. И у вас будет 3 месяца, чтобы понять, что это работает. Или не работает. Разве сегодня дают лекарства на тестовый период? И возвращают деньги, если это не поможет? Мы же возвращаем, потому что мы знаем, что это поможет. Записывайте номер телефона. Я за свои слова отвечаю. Выводите себя и других на чистую воду. Это работает. И это действительно помогает.